Идея обучающей лекции для детей «Потеряться не значит пропасть» принадлежит представительницам местного отделения Лиги девушек Подмосковья. Во время проведения одного из своих мероприятий потерялся ребенок участницы сообщества Ольги. Он гулял со старшей дочерью и неожиданно исчез из поля зрения девочки. Поиски продлились недолго, с мальчиком все в порядке, но именно тогда возник вопрос, а что делать при такой ситуации? Так как меня рядом не было, я успокоила дочь, Сабина вовремя подсказала, что надо смотреть возле магазина. Ребенок действительно доехал до магазина и стоял на месте, ждал. То есть дочка старшая успокоилась, собралась и нашла ребенка. Многолетним опытом поведения при такой ситуации с детьми поделился волонтер поискового отряда Лиза Алерт. Представитель спасательной группы в пример привел сценарий, когда дети теряются в черте города и в лесу. Объяснил, как стоит вести себя, чтобы спастись и быть найденным. Сейчас летний период, многие дети играют в дворах, кто-то убегает. Это понятно, дети хотят приключений. Это продиктовано и фильмами, и рассказами, и это вообще свойственно детям. Поэтому, конечно же, мы думаем, что это полезно для родителей и для детей. Участие в мероприятии приняло более 50 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Лекцию ребята слушали внимательно и подчеркнули много нового. Информация была полезна и родителям. Надо стоять на месте и яркой одежды на месте. Я не знала, что надо собирать вещи какие-то. В лес, да? Да. Теперь будешь применять эти правила? Да. Лекция действительно была очень полезная, информация была очень полезная, новая информация, которую ранее не слышали, к сожалению. Будем применять, будем собирать тревожный чемоданчик, рюкзачок и идти в лес. В планах у организаторов продолжить работу в данном направлении. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова